Дифференциальная психология Я уже сказала, с самого начала он был неоднородным. Так еще Штерн отмечал, что дифференциальная психология изучает психические и физические феномены. Феномены – это явления. Далее он отмечал, что она изучает действия. Действия Штерн определял как феномены, которые обладают временной протяженностью, то есть не одномоментны, а имеют начало, середину, конец и явлены другим людям. Их можно заметить в поведении. И, наконец, дифференциальная психология изучает склонности. Склонности – это феномены, которые могут обладать хроническим или потенциальным характером. И в первую очередь среди склонностей мы, конечно, можем назвать способности и одаренность, потому что способности могут проявляться всегда, хронически, а могут так и не проявиться на протяжении жизни человека или проявиться достаточно поздно. Таких случаев тоже очень много. В частности, достаточно поздно написанный Сервантесом его единственный роман «Дон Кихот» был им создан в возрасте 55 лет. Вот это такой случай позднего проявления способностей. И, наверное, если бы они не проявились, то общечеловеческая культура значительно бы потеряла. На современном этапе можно также выделить несколько направлений изучения дифференциальной психологии. Что это за направления? Проще всего эти направления представить в форме коротенькой таблички 4х4. И если мы будем двигаться по ячейкам этой таблицы, то мы узнаем следующее. Первое направление, самое простое, проявляется в том случае, если мы изучаем отдельный признак. Этот признак может быть любым, ну, естественно, психологическим. Это может быть переживание, может быть образ, может быть действие. И в этом случае мы изучаем один признак у нескольких индивидов. Такое направление, такое исследование называют вариационное. Мы просто пытаемся убедиться в том, что этот признак варьирует, изменяется. И мы не предсказываем никаких закономерностей, и мы не устанавливаем никаких связей. Любое новое направление, в частности, работа над новым конструктом, начинается именно с вариационного исследования. Ну, например, работая в рамках позитивной психологии, я сейчас интенсивно изучаю феномен благодарности. И на первом этапе развития этих исследований мы с учениками убедились в том, что разные люди благодарны разным партнерам и разным явлениям природы и общества, и по разным поводам это чувство переживается. Вот это вариационное направление. Что бы мы ни начинали изучать, мы всегда начинаем с вариационного исследования. Второе направление дифференциальной психологии. Если мы убедились в том, что признак действительно варьирует, что он неоднозначен, что он может быть изучен в рамках дифференциальной психологии, то бывает очень полезно провести исследование, которое называется корреляционное. В этом случае мы изучаем два и более признаков у нескольких индивидов. И первое исследование вариационное, и второе исследование корреляционное. Это исследование горизонтальное, потому что в рамках этих направлений мы не задаемся вопросом о причинах, об истории наблюдаемого явления. Мы просто делаем горизонтальный срез. Мы смотрим, каким оно является нам сейчас. Но понятно, что для понимания закономерности становления этого, безусловно, недостаточно. На новые вопросы, на другие вопросы отвечает третье направление современной дифференциальной психологии. Психографическое. Психографическое. Психографическое направление. Ближе к психокоррекции и психотерапии. В этом случае мы изучаем целостную индивидуальность, как неделимую единицу, как физика, телесно-территориально-психический квант. И в этом случае мы можем изучать одного человека в отношении многих признаков. Мы можем изучать его всеми доступными нам методами, о чем будет речь на следующей лекции. Но самое главное, что в данном случае нас интересует история становления этой индивидуальности. Мы можем наблюдать ее жизненный путь. Мы можем проявлять внимание к тем жизненным перспективам, которые выстраивает для себя этот человек. И при этом мы ни в коем случае не пытаемся сравнить этого человека с какими-то другими людьми. Понятно, что статистические методы в этом случае нам ничем помочь не могут. И мы ближе к пониманию или ближе к идеологии, методологии психологической герминевтики. И, наконец, четвертое направление. Четвертое направление – это сравнительное исследование. В этом случае мы также уделяем наше внимание не признаку, а индивидуальности. Но мы рассматриваем много индивидуальностей. И мы сравниваем эти индивидуальности в отношении двух и более признаков. Это наиболее частый вариант проведения современных дифференциально-психологических исследований. И в этом случае нам также бывает очень полезно получить информацию об истории данных индивидов. Третье направление и четвертое направление – это вертикальные исследования. Они подразумевают либо лонгитюд, либо получение другими способами данных об истории развития наших наблюдаемых, изучаемых объектов. И в этом случае мы действительно задаемся вопросами о причинах и задаемся вопросами о целях существования определенных людей. К сожалению, и сегодня остаются верными слова Штерна о том, что дифференциальная психология отдельных функций, а также, как он писал, психология женщины, художника, преступника и так далее, должны оставаться пока предметом обсуждения в монографиях. То есть мы не можем сказать, что задачи, которые более 100 лет назад были поставлены перед дифференциальной психологией, сегодня полностью решены. Конечно, это не так. И, к сожалению, мы сейчас возвращаемся на путь интеграции дифференциально-психологического знания. Поэтому и логика наших рассуждений будет следующей. Сначала мы познакомимся с методами дифференциальной психологии, потом мы познакомимся со структурой индивидуальности, затем мы будем медленно продвигаться по разным этажам строения индивидуальности и подолгу задерживаться на этих этажах. И уже на самом заключительном этапе мы перейдем к тому, чтобы интегрировать все полученные нами знания, и тогда мы будем изучать жизненные стили человека. Жизненный стиль — это категория, явление, которое интегрирует все то, что находится на разных этажах индивидуальности. И это, наверное, наиболее интересный этап сборки индивидуальности в целое. И он для нас исключительно важен, потому что многие математики, когда они слышат выражение «дифференциальная психология», они очень удивляются этому словосочетанию. Они говорят, например, у нас тоже есть дифференциальное исчисление, но также есть и интегральное. А что представляет у вас интеграл? И психологи с некоторой заминкой иногда говорят «мы не знаем что», иногда отвечают «интегральная индивидуальность и жизненный стиль». И вот это и есть окончательная цель знакомства с дифференциальной психологией. То есть сначала анализ, а затем синтез. Итак, мы узнали, какие направления дифференциальной психологии мы будем изучать. А сейчас, уже приближаясь к завершению введения в дифференциальную психологию как науку, мы должны остановиться на одном исключительно важном понятии, на чрезвычайно важной категории – категории психологической нормы. Что такое психологическая норма? У многих людей даже без психологического образования существуют интуитивные представления о том, что нормально, что ненормально. И не случайно любой клинический диагноз, он начинается с бытовой диагностики. Обычный родитель, педагог, учитель, сосед или другое заинтересованное лицо начинают переживать ощущение, что с их ближним что-то не так, что-то не в порядке. Вот это и есть первичный бытовой диагноз. То есть интуитивное представление о том, что есть норма и что нормой не является, присутствует у каждого человека. Но в науке дифференциальная психология – это понятие чрезвычайно спорное. И связана эта неоднозначность опять же с воздействием парадигм. Например, неудивительно совершенно, что когда мы говорим о познавательных процессах, о когнитивной психологии, мы понятие нормы используем, и мы даже подсчитываем эти нормы и представляем их статистически в форме таблиц. Что же касается норм в отношении мотивов, потребностей, жизненных стилей, сексуальных установок, то когда мы переходим на территорию психологии личности, оказывается, что понятие нормы отменяется и игнорируется, и что принято говорить в основном не о нормах, а об особенностях человека, для того, чтобы не оценивать и для того, чтобы не наклеивать на него определенных социальных ярлыков. Поэтому понятие нормы мы, конечно, должны рассмотреть достаточно подробно. Понятие это очень многозначное, и оно складывается под воздействием и при участии, наверное, по меньшей мере, четырех составляющих. Первая составляющая – норма понимается как статистическое понятие. Если мы условимся считать, что все признаки действительно распределяются по нормальному закону, что, как вы понимаете, существует вовсе не всегда, потому что отмечаются и другие закономерности, законы ЗИПФа в частности, но мы предполагаем, что это нормальное распределение присутствует в наиболее частом и, следовательно, типичном случае, мы можем это нормальное распределение представить графически, что легко увидеть на картинке, и можем разделить его на несколько частей. Давайте разделим для простоты на четыре части. Эти четыре части мы будем называть квартели. Существуют и другие способы деления распределения. Давайте мы разделим сначала по медиане это распределение, и это будет первый сгиб, а затем каждую из частей распределения, левую и правую, мы еще раз разделим по сгибу. Таким образом получится у нас четыре части. Вот то, что мы сейчас будем обсуждать, это результат договоренности, результат конвенционального соглашения. Опять же, мне бы хотелось подчеркнуть, что статистика всегда есть результат договоренности. Вот мы сейчас договариваемся о том, чтобы первый квартель и четвертый, последний квартель считать отступающими от нормы, а два средних квартеля, второй и третий, мы обозначаем относящимися к области нормы. Эту условность мы можем по распределению следовать и другими путями. Но давайте сейчас для простоты остановимся именно на этом варианте. И тогда первый квартель и те значения, которые к нему относятся, у нас будут принимать значения, которые называются субнормальные. Субнормальные значит ниже. Эта приставка, греческая приставка, нам хорошо знакома. Суб – это то, что ниже. Субмарин – это подводная лодка. Субнормальные означает ниже средних значений, ниже нормы. А те значения, которые мы наблюдаем в правом, в последнем квартеле, мы будем называть супернормальные. Опять же, супер – это приставка, которая тоже всем знакома, которая означает выше. Но мне хотелось бы сразу же обратить внимание на то, что суп не всегда означает плохо, а супер не всегда означает хорошо. Например, если мы изучаем интеллектуальные качества, то, конечно, супернормальные значения – это полезно. А если мы изучаем тревожность или депрессивность, то супернормальные значения нам абсолютно ни к чему. Точно так же, если у человека определенные показатели размещены в области субнормальных значений, то это тоже не всегда плохо. Например, если это та же самая тревожность, то проблемы будут возникать, но, наверное, не такие большие, как супернормальными показателями тревожности. И таким образом мы должны сразу же прекрасно понимать, что наша оценка имеет сугубо формальный статистический характер и ни в коем случае не несет этической или содержательно-психологической оценки. Любое качество, которое поддается количественному исчислению, мы можем представить в форме такого распределения. Однако мы не имеем никакого права обобщать те данные, которые мы получили, и давать оценку не только качеству или отдельной черте, но давать оценку личности в целом, личности многогранны. Нормы не абсолютны. Даже с точки зрения их статистического значения они должны постоянно пересматриваться, они развиваются, и они всегда получаются эмпирически для данной конкретной группы. И эти нормы должны всегда адаптироваться к тем объектам, которые они призваны описывать. Ну, например, когда мы даем простые педагогические тесты на разных потоках, то на вопрос студентов, а сколько баллов я должен получить, на сколько вопросов я должен правильно ответить, чтобы получить хорошую отметку, как правило, заранее, мы никогда не можем ответить однозначно. Почему это так? Да потому что мы не сразу понимаем, в каком потоке мы ведем занятие. Сильный это поток или слабый поток. И для того, чтобы посмотреть, каковы значения, предельные значения, мы должны сначала собрать все-все данные, а потом объединить их и разделить по меньшей мере на 4 части или как-то по-другому. И поэтому на какой бы поток мы ни пришли, у нас всегда будут люди, студенты, ученики, которые получают самые высокие баллы, и всегда на любом потоке при правильном валидном исследовании у нас будут студенты, которые оказываются среди отстающих. Очень важно пересматривать нормы и в зависимости от разных субкультур. Например, если мы сегодня попытаемся изучить маскулинность и фемининность при помощи той шкалы, которая была адаптирована к нашей культуре, а известно, что ММПА — это американский опросник, адаптирован 40 лет назад, то мы обнаружим, что практически у всех юных девушек отмечаются пики маскулинности. С чем это связано? С тем, что общество постоянно маскулинизируется, но это следует за изменением социальных стереотипов. То есть эти девушки все равно остаются очень женственными по сравнению с представителями противоположной гендерной группы. Таким образом, мы должны очень тщательно следить за соблюдением норм. И именно несоблюдение норм в свое время стало причиной печально известного постановления о педологических извращениях в системе наркомпроса, после которых на долгое время и отечественная педология, и отечественная психотехника оказались закрыты для дальнейших исследований. Итак, статистическая природа норм должна нами приниматься во внимание в первую очередь. Однако нормы обусловлены еще и социальными стереотипами. Социальные стереотипы – это второй фактор, который оказывает влияние на содержание норм. Если поведение человека не соответствует общепринятому в данной культуре и в данном обществе, в данной группе, оно начинает восприниматься как отклоняющееся. При этом, естественно, оно остается конвенциональным и вполне просоциальным в той социально-культурной группе, из которой человек происходит. Ну, например, в некоторых мусульманских культурах не принято сидеть, направляя стопы в сторону собеседника. Это кажется чрезвычайно оскорбительным, в то время как в европейской культуре на это никто не обращает внимания. И люди, которые общаются между собой, например, на пляже, они совершенно это не учитывают. Но если такой человек окажется в мусульманской культуре, он должен об этом знать, потому что его поведение может рассматриваться как провокационное. Поэтому мы должны очень внимательно следить за бытовыми привычками, за жестами, которые часто интерпретируются в контексте узких культурных стереотипов. То же самое касается, например, способов ухаживания за женщинами. Если у нас в России принято открывать женщине дверь, принято подавать ей пальто, уступать место, то в американской культуре это осуждается, потому что это рассматривается как попытка унизить женское достоинство и таким образом подчеркнуть ее слабость. Это те стереотипы, с которыми необходимо сначала знакомиться, а затем, безусловно, считаться. Третий фактор – это то, что связано с осознанием и восприятием психического здоровья. Это также очень важный проблемный вопрос для нас, психологов, потому что не каждый клиницист может ответить, что же такое психическое здоровье и, соответственно, психическое нездоровье. И грань между акцентуацией и психическим нездоровьем иногда оказывается чрезвычайно тонкой. Но для того, чтобы хотя бы немного определиться, я бы советовала ориентироваться на два критерия психического нездоровья, которые принимаются, насколько я знаю, разделяются клиницистами разных направлений. Во-первых, это падение продуктивности. Что значит падение продуктивности? Если человек, который никогда не был очень темпераментным, продуктивным, концентрированным, продолжает оставаться в этом состоянии среди отстающих и продолжает оставаться на протяжении всей своей жизни, то мы можем говорить о жизненном сценарии, мы можем говорить о темпераментальной особенности, но это не будет признаком психического нездоровья. Его жизненный тонус не изменялся, он был таким всегда. А если вдруг мы замечаем, что человек необыкновенно креативный, очень продуктивный, очень концентрированный, человек горящий, становится похожим на всех остальных людей, а потом начинает опускаться все ниже по шкале продуктивности, и оказывается, что ему трудно выполнять простые профессиональные или учебные задачи, что ему трудно решать бытовые проблемы, то это должно тревожить, и мы должны задаться вопросом о том, не ухудшается ли его психическое здоровье. И второй очень важный критерий, который также поддерживается большинством клиницистов, это наличие критичности к себе. Приведу простой пример. Предположим, стареющий человек начинает страдать потерей или ослаблением памяти. Он осознает это качество, он осознает этот регресс, и он начинает сам себе помогать. Каким образом? Разными средствами. Он может принимать какие-то лекарства, глицин или цинорезин. Он может протезировать пространство, то есть раскладывать на протяжении своего следования те предметы, которые ему могут понадобиться, но о которых он в нужный момент имеет склонность забывать. Например, он может повесить свой зонтик на дверной ручке для того, чтобы не выйти под дождь без этого зонта. В данном случае, конечно, падение психических функций мы наблюдаем, но критичность на месте. То есть этот человек психически здоров. Он знает, как себе помочь, он может обратиться за помощью. В том же случае, если, например, что иногда бывает при старческой деменции, если человек не осознает падение уровня своей памяти, если он выходит на улицу без документов, без записок, если он считает, что он хорошо контролирует свое бытие и свою действительность, а потом теряется и много дней его не могут найти, то это уже признак нездоровья. Он не знает, что нуждается в помощи, и он, к сожалению, не саморегулируется. Вот эти два критерия мы должны иметь в виду, потому что они абсолютно признаются всеми клиницистами. Ну, помимо, разумеется, разных других, которые оказываются спорными. И, наконец, представление о нормах определяется четвертым фактором – ожиданиями, собственным необобщенным опытом и другими субъективными переменными. Эти субъективные переменные не всегда осознаются. Какой можно привести пример для иллюстрации существования таких бессознательных норм? Например, если в семье первый ребенок, допустим, это была девочка, хорошо, легко, охотно пошла в школу и стала быстро и с энтузиазмом учиться, а второй ребенок, например, мальчик, больше любит играть, заниматься спортом, читать книги, но школа ему вовсе не нравится, то родители имеют тенденции сравнивать второго ребенка с первым, и им будет казаться, что он ненормален. Вот в этом случае задача психолога определить то субъективное содержание, которое родители вкладывают в понятие нормы. Таким образом мы можем скорректировать эту норму, мы можем ее отдифференцировать от клинического содержания или от статистического содержания, и мы можем взаимодействовать с этой нормой для того, чтобы впоследствии изучить особенности человека в контексте его жизненного пути, что и представляет собой одну из главных задач дифференциальной психологии. Вильям Штерн, призывая к осторожности в оценке человека, отмечал, что, во-первых, психологи ни в коем случае не имеют права на основе установленной аномальности того или иного свойства делать заключение об аномальности самого индивида, и, во-вторых, ни в коем случае нельзя связывать установленную аномальность индивида с аномальностью единственного его качества. Все это нуждается в дополнительных исследованиях. В современной диагностике понятие норма, как я уже сказала, используют обычно при изучении доличностных характеристик, индивидных характеристик, когнитивных качеств, но при изучении категории личности от понятия норма мы обычно отказываемся. Итак, давайте завершим наше сегодняшнее занятие. В основном все поставленные задачи нами выполнены. Мы поняли, чем занимается дифференциальная психология. Мы установили ее связи с другими науками и дисциплинами. Мы рассмотрели становление дифференциальной психологии в историческом разрезе. И, наконец, мы сформулировали предмет дифференциальной психологии и основную категорию, без которой она была бы невозможна как научная область, это категорию психологической нормы. И сейчас мы вполне готовы к тому, чтобы перейти к некоторым методологическим проблемам и остановиться более подробно на тех методах, при помощи которых мы получаем дифференциально-психологическое знание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакева Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...